Через пару лет эти небольшие саженцы превратятся в могучие ели. Аллея трудовой славы – дань памяти медикам, которые спасли жизнь тысячам раненых солдат и тружеников тыла. Почтить память своих коллег на торжественное открытие пришли ветераны. Медицинская сестра Светлана Михайловна Копытина проработала всю жизнь. Говорит, медсестры и врачи в сороковые были такие же герои, как и солдаты. Столько на их долю. У меня папа, участник войны, с 1939 года воевал и по 1947 год был в армии. И он рассказывал, как эти молоденькие девочки, медсестры, таскали этих мужиков раненых. На них смотреть было страшно. И все это кто? Медсестры, девочки были. Аллея славы на территории 8-й городской больницы создана в честь медработников, которые 70 лет назад вместе с авиационными заводами были эвакуированы в Куйбышев. В суровые военные годы они вели свой круглосуточный бой. Бой за жизнь своих пациентов. Благодаря трудовому подвигу врачей и медсестер заболеваемость рабочих заводов, пневмонии, малярии, чесоткой и тифом резко снизилась. Это играло решающую роль. Именно в Куйбышеве выпущено более 80% всех штурмовиков для фронта. Мы всегда будем чтить великий подвиг солдат Победы. Помнить о бесчисленных жертвах нашего народа, сокрушившего фашизм и спасшего мир от коричневой чумы. Это был великий подвиг. И он точно будет вписан истории, как главное историческое событие, главная победа нашего народа за всю тысячелетнюю ее историю. Отрадно, что отныне в Самаре увековечен подвиг медицинских работников. Наряду с теми, кто сражался на передовой, стоял у заводских станков и трудился в полях, они останутся в истории города и страны. Дорогие друзья, разрешите от всей души поздравить вас с 71-й годовщиной Великой Победы. Стоя на страже здоровья самарцев, сегодня вы продолжаете богатые трудовые традиции военного поколения медиков. Мы искренне благодарны вам за ваш благородный труд. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, но спас сотни жизней, губернатор Николай Меркушкин и глава города Олег Фурсов возложили к мемориалу цветы. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События.